Итоги этой недели подведем прямо сейчас. В студии для вас работаю я, Далек Ламинец. Здравствуйте! В торжественном мероприятии по случаю предстоящего в 2024 году турнира международного уровня «Игры будущего» принял участие райис Республики Рустам Миниханов. Напомню, что в марте 2024 года Татарстан примет новый высокотехнологичный турнир, первый в истории «Игры будущего». Фиджитал-игры – это сочетание классического спорта, киберспорта и высоких технологий. Команды всего мира сразятся в реальном и виртуальном пространствах. Соревнования соберут порядка 2000 участников. Ожидаемое количество просмотров на стриминговых площадках более 150 миллионов зрителей. Будут созданы все необходимые комфортные условия для работы и отдыха. Дмитрий Николаевич уже сказал, что все расходы российская сторона берет для себя. Наша задача – организовать ваше прекрасное пребывание в нашей столице в городе Казани. Будем рады видеть вас и представителей ваших стран среди участников и гостей мира. Чтобы потренировать мозг, кто-то играет в фиджитал-игры, кто-то ходит на тотальный диктант, а кто-то участвует в конкурсе «Лидеры России». Это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Так какие он дает возможности для начинающих управленцев и какими навыками вообще должен обладать лидер? Этот конкурс управленцев на раскрытие лидерских способностей, что он привнес качественно новую в вашу жизнь? Скорее не на раскрытие, скорее на оценку и понимание того, на какой ступени ты находишься. И, собственно, именно это он и приносит в первую очередь. Понимание того, где ты, куда тебе двигаться. Ну вот после этого конкурса что-то изменилось в вашей жизни? Какой-то карьерный скачок? Может быть, вы свое дело создали как раз-то или как-то раскрыли как раз себе руководителя? Дела пока нет. Повторюсь еще раз, этот конкурс не раскрывает в тебе руководителя, но позволяет понять, где ты находишься относительно табели о рангах в целом руководителей внутри в целом Российской Федерации. Учитывая, что конкурс федеральный, в какой-то момент, доходя до финала, ты сражаешься в управленческой битве с представителями всех регионов. На ваш взгляд, вот, лидер, если его описать, какими основными навыками должен обладать лидер? Умение принимать решения и брать на себя ответственность за эти решения. Собственно, на этом все построено. Ну, действовать, наверное, еще в каких-то тоже все-таки нестандартных ситуациях, да, наверное? Да, а дальше получается все просто. Либо ты принимаешь решение, либо ты не принимаешь. То есть, дальше ты либо встаешь и идешь там за кем-то, и тогда лидер кто-то другой, либо это решение твое, ответственность тоже твоя. Оно всегда идет вместе. Ну, то есть, нельзя принять решение, а ответственность за него кому-то передать. Какими качествами не стоит, даже не то, что не стоит, да, а невыгодно обладать руководителю, да? То есть, например, что будет мешать проявлять себя как руководителя во взаимодействии с командой? Некорректный вопрос, поясню почему. Хороший руководитель в какой-нибудь, в каком-нибудь рафинированном IT-стартапе, где очень любит деревьевые смузи, банально не способен будет выжить где-нибудь на стройке или там в бригаде бурильщиков где-нибудь посреди тайги. Здесь больше имеется в виду о таких моментах, как руководитель, например, может быть очень тоталитарен, да, например, там, очень жестким может быть или, наоборот, мягким. Я понимаю, я поэтому говорю, что очень сильно зависит от ситуации. Где-то нужен тоталитаризм и жесткость, где-то нужно умение выстраивать очень сложные политические выверенные отношения, где-то важна исключительно харизма в какой-то момент. То есть, очень ситуативно, нет плохих качеств, есть несоответствие качеств и ситуации их применения. Перейдем к не менее животрепещущей теме. Сегодня на рынке недвижимости мы наблюдаем такую тенденцию. И квартиры в новостройках, и вторичное жилье испытывают снижение спроса. Конечно, при такой ситуации власти заинтересованы в стимулировании рынка жилья. Еще в прошлом году вице-премьер Марат Хуснулин заговаривал о льготах на покупку вторички. Сейчас идею ввести льготную ипотеку на квартиры, которые продают частные лица, озвучил и президент. Если уж президент нашей страны поднимает вопрос и говорит о дисбалансе на рынке, ситуация достаточно серьезная. То есть, действительно, сейчас продажи, особенно в новостройках, они встали. — Больше 60% нераспроданного жилья, по-моему, в новостройках у нас? — Да, у нас получается, да, информация разная, по разным городам она разная. Но если берем конкретно Казань, да, в Казани достаточно даже выше доля непроданных квартир. Но только из-за того, что цены очень сильно выросли. — Я как раз хотела сказать, да, застройщики обращались к властям республики, просили как-то помочь. На что Файзулин, министр строительства, сказал, что, как бы, может быть, вы цены снизите и все у вас будет хорошо? — Сейчас ситуация какая? У нас рынок даст пика. То новостройки безумно дорогие. Те, кто продает вторичную жилью, смотрят на первичку, тоже подняли цену, да? И получается, у нас и первичка теперь стоит, первичный рынок, и вторичный рынок стоит. И все ждут. Ну и правильно ждут, потому что, понимаете, ну невозможно все время покупать квартиры, которые постоянно дорожают. — А есть чего ждать? Можно ли ожидать, что цены упадут в ближайшее время? — Ну, к этому все идет, а цены уже начали падать. На самом деле цены уже снижаются. Мы все-таки ждем, что все-таки, наверное, ближе к лету, все-таки льготная ипотека на вторичном рынке у нас заработает. То есть, как вот вопрос поставил, да, президент страны. Ну, опять-таки... — Какой процент? — Ну, я думаю, все равно они, практически они будут идентичны вот по новостройкам. Ну, может быть, чуть выше, да? — Восемь? — Ну, может, восемь, может, чуть выше, но, наверное, для прилижения, ну, может, там, на один процентный пункт, да? Ну, что, понимаете, в любом случае это, конечно, постигнет вторичный рынок. Действительно, сейчас вторичный рынок, он дешевле, чем первичный, да? И, опять-таки, это приведет к тому, что, как только он заработает, за какое-то время цены на вторичке, наверное, вырастут. Ну, потому что, понимаете, все равно рынок будет искать какой-то баланс между первичным и вторичным. Но это, опять-таки, понимаете, ну, это хорошо. На самом деле, потом уже мы будем понимать, в принципе, реальные цены по рынку. И потом, если продажи не пойдут по вторичке, скорее всего, когда рынок насытится вот этим льготной ипотекой на вторичном рынке, когда опять продажи встанут, понимаете, они встанут в том случае, если у нас резко не вырастут доходы граждан, а пока предпосылок к этому нет. А они резко не вырастут доходы? Нет, ну, понимаете, ну, нет, такой, в принципе, ну, это не будет, да, скажем так. Ну, у нас могут там реальные доходы вырастут на нескольких процентов. А чтобы там рынок недвижимости уставил на этой хоре, это надо, чтобы на десятки процентов, да? То есть, ну, пока, ну, таких перспектив нету, да, на текущий момент. Соответственно, вот тогда, наверное, уже на счет основной снижения пойдет. То есть, через какое-то время, когда рынок... То есть, понимаете, льготная ипотека, она нужна для чего по вторичке? Чтобы, по крайней мере, чтобы не было резкого снижения рынка. Оно все равно его удержит. Потому что, понимаете, как резкий рост, так и резкие движения, да, нехорошо для рынка. Весна радует не всех. Некоторые ждут ее с тревогой, ведь в теплое время года обостряется сезонная аллергия. Полиноз. Количество пациентов с полинозом растет. Им страдает около 15% населения. Прирост в некоторых регионах составляет более 50%. Это значит, что среди ваших знакомых или родственников точно есть человек, который в период с апреля по сентябрь чихает, кашляет, трет глаза и жалуется на головную боль. Виктория Щепина 14 лет. По словам девушки, столько же лет ее аллергии. Поэтому время от времени она приходит на обследование к медикам. Хотя уже и сама знает, чем ей можно спастись от напасти. Получается, аллергия у меня с рождения проявляется сыпью на руках, на лице и на шее. Борюсь, просто пью таблетки и мажу мазями. Вот кто острее и раньше других чувствует приход весны, так это аллергики. Как только распускаются почки, так сразу у них текут слезы, закладывают нос и постоянный чих. Вот такие крупные большие почки уже появились на деревьях, и поэтому аллергия не заставила себя долго ждать. По словам врачей, в этом году сезон полиноза начался раньше обычного. Сейчас как раз цветут ольха, березы, ива. Как отмечают медработники, чаще всего полиноз – это генетическая предрасположенность. То есть, если мать и отец страдают от аллергии, то в 80% случаях она передастся и ребенку. Если только один родитель, то в данном случае риск снижается вдвое. Врачи дают рекомендации аллергикам. Дома нужно проветривать комнату только после дождя, либо в вечернее время. В течение дня окна должны быть закрытыми. Каждый день нужно проводить влажную уборку два раза в сутки. При этом, если вы вышли на улицу, а потом заходите домой, нужно обязательно поменять одежду. А еще очиститель воздуха ежедневно должен быть включен. Тогда пережить полиноз, который начался раньше обычного, будет легче. Ведь впереди еще и цветение луговых и злаковых. Альмира Гайнудинова, Ленар Султанов, Кирилл Хабзея. Новости Татарстана. Это что такая сложная жизнь у тех, кто страдает аллергией? Необходимо все время что-то протирать, что-то закрывать, никуда не выходить, форточки не открывать? Ну, действительно, у пациентов, которые страдают аллергией на пыльцо растений, в период светения жизнь бывает достаточно сложна. Именно в связи с тем, что они должны соблюдать гипоаллергенный режим. Но если гипоаллергенный режим устроен правильно, то это помогает значительно уменьшить проявление симптомов даже без фармакотерапии. То есть пациент такими, в общем-то, простыми методами, доступными методами, может улучшить свое состояние. Если вы выходите за пределы помещений, то необходимо надевать очки, защитные маски, и одежда должна быть с длинным рукавом. И вот это позволит значительно уменьшить контакт пыльцы с дыхательными пучами. То есть, получается, это как во времена ковида, когда все хотели... Приблизительно так, да. То есть тогда аллергики, видимо, были в привегированном положении. Но сейчас ведь это никого уже не удивит и не смутит. Нет, абсолютно. Очень часто действительно пациенты, у которых симптомы имеют минимальное проявление, они очень долго не обращаются к врачу. И, как правило, вот таким толчком к обращению становится либо нарастание симптомов, либо, наоборот, присоединение еще и симптомов со стороны нижних дыхательных путей, то есть старт бронхиальной астмы. Потому что поленоз и вообще любой аллергический ренит является фактором риска развития бронхиальной астмы. И у 30-40% людей, которые страдают аллергическим ренитом, развивается бронхиальная астма. То есть поленоз – это не самая большая проблема, а она может привести к значительно большему. Если ее на протяжении длительного времени игнорировать полностью, она теоретически может привести к развитию бронхиальной астмы. Хорошо. Допустим, в 13 лет поставили ребенку диагноз поленоз – аллергия. Вылечить он ее может каким-то образом? На сегодняшний день мы должны честно сказать нашим пациентам, что вылечить аллергический ренит и поленоз, в частности, мы не можем. То есть это навсегда? Это хроническое аллергическое заболевание. И когда мы приступаем к лечению, мы всегда своим пациентам честно говорим, что цель нашего лечения состоит в том, чтобы контролировать симптомы аллергического ренита. Мы планируем лечение таким образом, чтобы максимально уменьшить проявление, чтобы симптомы аллергического ренита не мешали повседневной деятельности, чтобы человек мог нормально работать, учиться, заниматься физкультурой и вести активный образ жизни. Вот это наша цель при лечении аллергического ренита. То есть современная фармакология позволяет при вот этом заболевании полностью его как бы избежать? Контролировать. Не только аллергия может стать проблемой этой весной. Россию может накрыть новая эпидемия. На этот раз корь. С начала года по всей стране стали фиксировать случаи заражения корью среди детей и взрослых. Специалисты уже бьют тревогу, указывая на то, что у 71% населения нет иммунитета к этому заболеванию. При этом количество заболеваний за год выросло больше, чем на 120%. Что такое корь? И можно ли уже говорить о том, что у нас эпидемия коря в стране? Ну, если говорить немножечко, я сейчас скажу, что такое корь, о такой разнице, но, наверное, я думаю, что вот в последние годы, почему мы не видели, возможно, это заболевание, допустим, потому что вы помните, что были все ковидные мероприятия, когда мы были разобщены, когда мы старались соблюдать меры безопасности, носили маску, дистанцию держали. Конечно, это тоже сыграло свою роль, безусловно. И вот когда немножечко мы расслабились, вот нам пришла другая инфекция – корь. Корь – это вирусное инфекционное заболевание, острое вирусное инфекционное заболевание, которое поражает все возраста. Но чаще, конечно, мы говорим, болеют дети. И это закономерно. Почему мы говорим, болеют дети? В общем-то, раньше как это было? Дети перенестили в детском возрасте эту инфекцию. Ну и понятно, что возрослым они уже не болели. А сегодня, поскольку мы порой, видите, вот опрос сегодня идет, знаем или не знаем о прививках, да, и получается так, по какой-то причине мы выпадаем из этого прививочного календаря, и поэтому мы можем болеть уже и во взрослом состоянии. Ну, то есть 749 человек за первые 4 месяца этого года – это не так много, да? То есть такого, что это впервые в истории за много лет – это… Нет, вспомните 2014 год, также 2018-2019 год гораздо больше было заболевших. Но мы не говорили тогда тоже, что прямо идет какая-то вспышка, да? Какие клинические проявления кори, какая симптоматика и чем она страшна? Ну, во-первых, начнем, что корь – это воздушно-капельная инфекция, да, она передается при… когда пациент, человек больной, и выделяет через секрет при чихании кашля в окружающую среду, и вот этот инфицирующий материал попадает на благоприятную новую почву, скажем, инфицирует другого человека. Первые признаки кори, они практически ничем не отличаются от остроспираторной вирусной инфекции, которую мы все хорошо очень знаем. Человек обеспокоит повышение температуры, возможно, дофибрильных цифр, кашель, насморк, явление тархеита, может быть, осиплость голоса, может быть, даже, скажем так, явление крупа, когда затрудненное дыхание. В последующем это длится где-то 3-4 дня, потом может наступить какой-то момент благополучия, температура нормализуется, а потом появляется следующий этап, это этап высыпаний, когда идет новая волна температуры и появляется сыпь. Рекомендуете ли выставить прививки детям и взрослым от кори все-таки сейчас? Конечно, рекомендую, с учетом распространения инфекции, еще раз повторяюсь, что уже предупредить заболевание, потому что опасные заражения сейчас есть. Раз появились пациенты, раз появились больные кори, с учетом ее такой вот колоссальной способности распространяться при контакте, конечно, лучше защитить себя и остаться, как говорится, в строю, и остаться здоровым. Эдуард Хайрулин скончался на 55-м году жизни. На этой неделе Казань прощалась с ним сотни человек. Пришли в культурный центр «Сайдаш» на панихиду по известному журналисту, заместителю руководителя агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа. Он сделал с ног сшибательную карьеру. От простого репортера городского телевидения до субкора Первого канала страны, от ведущего теленовостей до руководителя пресс-службы Раиса Республики. Похоронили Эдуарда на кладбище в поселке Мирный. Привет, друзья! Сегодня, в день, следующий за днем в космонавтике, запускается очередной большой корабль. Это последнее появление Эдуарда Хайрулина на публике. 13 апреля. Центр «Оникс» – финал республиканского конкурса талантов созвездия «Ёлдезлык». Через 24 часа его не станет. Здравствуйте! В эфире программа «Город». Он впервые появился на экране ровно 30 лет назад, как репортер и ведущий программы «Город» канала «Эфир». И опять же в эти минуты в центре «Уникс» невиданное до сели шоу Виктории Руфа просто Мария, любимица всех домохозяек. Зрителям сразу полюбился добродушный и импозантный парнишка. Поклонниц было много, а нам он нравился за покладистый характер и легкость в общении. «Шутник Балагур» – он был душой компании. Если вчера все буквально молились на доллар, то сегодня мечтали от него избавиться. Впрочем, в банках доллары не принимали. Да кому он нужен? Однажды я прислал новые сорта хлеба, и они многие были на татарском языке. И вот хлеб «Хушеслеекмеге» я почему-то перевел как «хлеб с ароматом прощания». Хотя на самом деле он называется «Буглуханной», а я еще так удивился, какое поэтическое название придумали. «Хлеб с ароматом прощания». Я только украл. Украл? Да. А кому дарить будешь? Дарить? Я не собираюсь никому дарить. Моя девушка – это телекомпания «Эфир». Вот. Это не значит, что я ее люблю как женщину. Впрочем, роман с «Эфиром» продолжался недолго. Уже в 96-м он возглавляет татарстанский карпункт ОРТ. Ныне это первый канал. Но по-прежнему был на короткой связи. Его репортажи выходили на местном телевидении. А иногда и мы выручали с эксклюзивными видеосъемками коллегу. В Японии говорят, что для времени и для памяти нет пограничных застав. К слову, несколько раз журналистская судьба бросала Эдуарда в смертельно опасные ситуации. Он чудом уцелел в крупной автокатастрофе на Челнинской трассе в апреле 99-го, в последний момент увернувшись от несущегося на него КАМАЗа. Тогда погиб его оператор Виталий Безменов. Софкор ОРТ Эдуард Хайрулин оборачивается и видит несущийся на людей КАМАЗ. Дальше запись обрывается. В том же 99-м Эдуард летел из командировки рейсом авиакомпании «Индиан Эрлайнс». Буквально на следующий день этот борт был захвачен террористами. Аль-Каиды и угнан в Афганистан. Они на переправы не меняют у нас. Вы его знаете. Они вместе работали. После ухода Андрея Кузьмина на работу в республиканское агентство Татмедиа, Эдуард Хайрулин, бывший к тому времени его заместителем, возглавил пресс-службу главы Татарстана Рустама Миниханова. Параллельно занимался фотографией. Тогда же прошли его первые персональные фотовыставки. Эдуард привозил из своих зарубежных командировок огромное количество фотозарисовок и портретов. «Расскажу про себя. Я в городе родился, и в Татарске как-то мне до сих пор не было случая, чтобы я его почувствовал теми преподавателями, которые были. И тогда я подумал, что, может быть, нам выйти за рамки этой системы и посмотреть на людей, которые снаружи, могли бы его взять как стакан, изучить и преподнести уже нам со своей точки зрения». Потом было продюсирование нашумевшего проекта «Татарский» с Дмитрием Петровым. Цикл телеуроков, где в качестве одного из учеников снялся и сам Эдуард. «Салям, Дуслар! Я завел еще один ютуб-канал «Новая Тартария». Веселые истории из истории нашей республики». Ну а, пожалуй, любимым детищем Эдуарда был его ютуб-канал «Новая Тартария», где он публиковал свои исторические экскурсы в прошлое Казани. «Вот и вензель, любимый Зинаиде Ушковой, как вечная дарственная печать и штамп в паспорте». Эдуард Хайрулин ушел, но он остался. Остался на этих многочисленных кадрах своих сюжетов и фильмов, в своих фотоработах и книгах. Это было Главное за неделю. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин